Пару дней назад компания NVIDIA представила новое поколение своих чипов Maxwell и на ядре GM107 Карты уже продаются, уже доступны на российском рынке И по традиции мы одними из первых, точнее сказать в случае Palit GeForce GTX 750 Ti Выпускаем первый видео обзор и тест этой модели в российской сети Данная видеокарта, ее рекомендованная стоимость составляет 155 долларов К сожалению на текущий момент пока стоимость на эту видеокарту завышена И где-то в районе 6000 за нее просят ряд магазинов То есть пользуются дефицитным спросом и первой волной продаж этой видеокарты Версия с одним вентилятором обойдется у нас в 150 долларов всего на 5 долларов дешевле И они также отличаются незначительно разгоном Но по идее если у вас руки прямые, вы можете выжать и из версии, которая у нас на 5 долларов дешевле Поставляет видеокарту такого-то боковочки, чем-то напоминает 650 Ti Boost, которая у нас была на тестах И комплектация у видеокарт достаточно скромная Это сама видеокарта, есть у нас инструкция и диск с программным обеспечением То есть минимальная комплектация, никаких переходников у данной видеокарты у нас нет Что можно сказать про эту видеокарту? Во-первых, с выходом технологии и поколение Maxwell, компания NVIDIA делает упор на энергоэффективность То есть при снижении энергоэффективности удается или сохранить, или чуть-чуть, например, выдать меньшую производительность Но незначительно уступающие текущим решениям на Kepler Вышла у нас 750, 750 Ti То есть эти видеокарты первые, выполнены они на техпроцессе 28 на миллиметров В будущем и к концу года, ближе, наверное, к середине лета, может выйдут у нас на 17-метровые, также на Maxwell Там уже, естественно, будут у нас решения более мощные и топовые Которые будут профессионироваться, как, возможно, замена текущим 760-780 решениям Это у нас версия бюджетная, ориентированная на систему начального уровня И давайте посмотрим, чем же у нас интересно Длина данной видеокарты составляет 22 сантиметра, ширина 11 Длина больше, чем у оригинального решения от NVIDIA Благодаря наличию на задней стороне вот такой вот металлической вставочки Эта вставочка нужна для обдува И благодаря ей у нас данная видеокарта демонстрирует более низкий уровень температурного режима работы данной видеокарты У видеокарты очень низкий уровень шума, то есть ее практически не слышно в системе И я думаю, она будет интересна для установки в компактной системе Хотя версия с одним вентилятором, возможно, даже может залезла бы и в медиа-центр То есть благодаря маленькой длине Видеокарта, естественно, выплачена на печатной плате PCI-Express 3.0 Что вот здесь у нас по техническим характеристикам? Установлен чип GM107 У нас здесь 1,870 млрд транзисторов 2 гигабайта графической памяти, работающей на шине 128 бит К сожалению, производитель по какой-то причине пожалел нас на 192 делать Возможно, потому что еще не время выводить с рынка 650 Ti Boost Которая по-прежнему является интересной И можно ее рекомендовать для сборки систем начального и ниже среднего примерно уровня Работа ядра у нас функционирует на частоте 1202 МГц Напомню, у оригинальной NVIDIA GeForce GTX 750 Ti этот уровень составляет 1020 МГц Память функционирует на частоте 1502 МГц и эффективная частота у нас 6000 У оригинальной у нас 1350 И напомню, что оригинальная видеокарта GeForce GTX 750 Ti Отличается всего стоимостью в 5 долларов То есть переплата за оригинальное системоохлаждение, заводской разгон В данном случае вполне оправдана Но единственное, что говорю, что стоит все-таки дождаться Давайте посмотрим по разъемам, которые выведены на заднюю часть Здесь у нас DVI, DVI, VGA и mini HDMI То есть у нас исчез полноценный HDMI То есть придется, например, если у вас система с переходником или отдельный кабель приобретать Но, если не ошибаюсь, возможно, поправьте меня в комментариях Но на оригинальной GTX 750 Ti у нас два DVI Здесь у нас все-таки остался VGA-опор То есть владельцы старых мониторов и, возможно, некоторых телевизоров могут спать спокойно То есть установить эту видеокарту они смогут Приятным изменением в GeForce GTX 750 Ti стало, естественно, низкий уровень потребления Где-то 60 Вт То есть эта видеокарта может питаться полностью с разъема PCI-Express Там, напомню, максимальная планка 75 Вт дает у нас этот разъем То есть здесь у нас нет разъемов питания дополнительных И, возможно, это и даже, конечно же, избавит от проблем с совместимостью с блоками питания Блок питания нужен мощностью от 400 Вт и выше То есть на 400 Вт вы вполне систему запустите и не будете испытывать проблем И в данном случае даже при разгоне данная видеокарта продемонстрировала отличные результаты работы Обойдя по максимальной планке решения от MSI и Asus И, естественно, Reference тоже И при этом сохранился у нас тот же уровень энергопотребления низкого Следующий интересный момент в архитектуре Maxville Это уменьшение энергопотребления не только в режиме простоя и выключенном режиме видеокарты Но и при малой загрузной нужности ядра То есть в это время у нас энергопотребление видеокарты также остается низким То есть это будет очень положительно сказываться на счетах за электричество Которое приходит вам каждый месяц Возможно, российских пользователей это волнует мало Но все-таки я думаю, что это положительно Например, даже для тех, кто майнит криптовалюты Которые сейчас все больше и больше набирают популярность Данная видеокарта может быть вполне интересной И она, кстати, интереснее, чем решение от AMD Позиционироваться эта видеокарта будет как начальный уровень Именно для тех людей, кто желает сэкономить Давайте посмотрим на производительность в играх Установим видеокарту в стенд И посмотрим на ее температуру режим и шумовой режим Сравним с решениями, которые были у нас ранее в тестах в виде таблицы Продолжение следует... Итак, мы смогли посмотреть на производительность у нас этой видеокарты И в первую часть обзора я не рассказал об конструкции данной видеокарты Здесь у нас обдувают конструкцию два вентилятора Внутри находится алюминиевый радиатор Он накрывает и элементы питания, и сам чип Здесь имеется дополнительный блок И все это закрыто в пластиковую кожу По оформлению он чем-то напоминает линейку Jetstream Которую мы широко тестировали в наших тестах Во-первых, Palit 750 Ti стала первой видеокартой на Maxwell у нас на тестах Видеокарта понравилась То есть уровень производительности достаточный Но пока при текучей стоимости Я бы все-таки отдал, наверное, предпочтение больше 650 Ti Хотя стоит, я думаю, немножко подождать Дождаться корректировки цен и возможно снижения стоимости на эту видеокарту Видеокарта будет интересна для тех, кто не хочет задумываться о дополнительном питании О наличии дополнительных проводов в вашем корпусе Которые необходимы для питания видеокарты Здесь у нас все ограничивается только PCI Express 3.0 Видеокарта интересная По уровню разгона она обходит конкурентов Уровень шума и уровень температуры Также находится на низком уровне И намного привлекательнее даже, чем у конкурентов Которые у нас, по данным точнее, по которым у нас уже есть Из минусов здесь можно отметить отсутствие слай Но это нет и не у оригинальной Естественно, стоимость Стоимость я уже несколько раз сказал, что хочу все-таки видеть Эту стоимость более привлекательной Например, на уровне где-то 3,500-4 тысячи рублей Вот такие вот мечты Видеокарта Palit 750 Ti Storm X Dual 2 ГБ Получает у нас награду в золото Выбор редакции MegaObzor.com Важный образ за внимание С нами была компания Palit С нами был ресурс MegaObzor.com С удовольствием отвечу на все ваши вопросы Подписывайтесь на наш ресурс, на канал Заходите в наши соцсети Там вы всегда сможете узнавать о новинках У нас всегда готово для вас много-много интересного И всем спасибо И пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!